Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля А в моей стране всё есть Нефть в ней есть и газ в ней есть Уголь есть и никель есть Алюминия не с честь Есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы Как же так? В стране всё есть, а народу нехер есть Как же так все есть в стране, а народ живет в говне. А в моей стране все есть, есть зерно и мясо есть. Есть лосось и осетры, в них полным полно икры. Есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Как же так продукты есть, а народу нехер есть. Как же так все есть в стране, а народ живет в говне. А в моей стране все есть, губернаторы в ней есть. Мэры есть, заммэры есть, и у замов замы есть. ЖКХ и МВД, и в кустах ГИБДД. И из Форбса пацаны, граждане другой страны. Генералы, депутаты, коммунисты, демократы. Как же так они все есть, и всем не нихер есть. И комфортно жить в стране, где народ живет в говне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Весь народ живет в говне, а говно живет вполне. Ну что, приветствую вас, друзья, всем огромный привет Сегодня 28 сентября, за бортом плюс 22 градуса Даже как-то было сегодня спать немножко жарковато Ну что у нас? У нас сегодня такая хорошая, позитивная песня Просто думаешь, по-разному воспринимается Судя по вашим комментариям, то, наверное, большинство действительно как впоется, так и живется Вот как бы так Ну что у нас сегодня? 28 сентября Четверг, осталось всего лишь там пережить четверг, пятницу и субботу И поехать на ту самую рыбалку Да, кстати, мне вчера пришло такое небольшое письмо от компании, от компании Дайва Ну, Дайва, чтобы вы понимали, это японские катушки, да Теперь Дайва, наверное, будет немножко не переваривать, так же, как и японские автомобили и так далее И они, знаете, как бы заказывал катушку там буквально там за месяц И они прислали письмо Максиму Владимировичу, извините, у нас не получилось отгрузиться Мы вам вернем ваши денежки на счет и так далее Обидно? Конечно, обидно Ну, как так? Потому что эту катушку я заказывал для папы Потому что, знаете, бывает проблема в Сочи в том, что некоторые хорошие, классные, качественные вещи Здесь нельзя просто прийти в магазин и купить Например, катушку за 50-70 тысяч рублей вы не сможете купить А вот под заказ с интернет-магазином можно Ну, и интернет-магазин тоже, получается, нас подвел Может, санкции, может, еще что-нибудь Ну, так бы так Поэтому палка у папы есть А катушки пока нет Будем искать Скорее всего, купим в Астрахани Я думаю, что в Астрахани, наверное, раз рыболов больше нет Соответственно, и, наверное, выбора больше Потому что Ну, потому что так Ну что? Ну что? Посмотрим, остальные у нас посылки дойдут или не дойдут Да, кстати, я же себе 12-ю GoPro заказал А у меня еще есть такой GoPro, такой самогонный аппарат Видите, я отдельно покупал рамку Где можно подключать уже беспроводной тот же самый микрофон вот такой Да, вот просто берете те же самые, например, DJI Ну, в общем, попробуем снять Потому что, конечно, камеры разные есть, однозначно, да? Всякие разные камеры есть Вот эта камера тоже Ну, например, вот эта камера снимать рыбалку, то еще и возвращение Квартиры снимать можно, все можно, да? Все хорошо, все классно То есть, кто-то стоит перед выбором, что же ему купить Ну, если вот будете снимать просто, там, ходить, там, по улице Там, снимать всякую херню, так, или, там, снимать недвижимость То вот такая камера, Pocket 2, прям идеально Если же хочется действительно, чтобы была классная картинка Хочется, чтобы было все на высоком уровне То, извините, придется покупать все-таки GoPro Хотя я тоже смотрел экшн-четвертую от DJI Ну, нет, все равно, картинка, как ни крути, у GoPro лучше А со звуком можно поиграться Исправить звук именно вот Купить вот такой вот набалдажник, набалдычек И все, и вперед из песни Вот как бы так Ну что, ну что, ну что, ну что Такой, похвастался Как похвастался, да нет Я просто вам сказал, мало ли что Многие же стоят перед выбором Я тоже вижу, знаете, сколько запросов Да, какую камеру купить Там запросов целая куча И я понимаю, что это, наверное Ну, может быть, стоит взять и показать вам все, на что я снимаю А у меня на данном этапе У меня на данном этапе очень много всевозможных камер Очень много стабилизаторов всевозможных Уже много чего подарил Там, девятую GoPro подарил брату Одну девятую GoPro подарил Подарил Вячеславу Камеру подарил со стабилизатором Сестре, подарил камеру еще Папе, ну в общем Камера еще дофига, еще Сонька 3000 тоже надо кому-нибудь себе подарить И так далее, ну не горпить же этот хлам Вот этот сейчас например телефон валяется 6+, представляете Олдскульный телефон, сейчас вот Лехе подарим Лехе отдам, потому что Ну что это, солить что ли все Не будем же по принципу, пусть жрать не просит Пусть лежит, нет нифига Не пусть лежит, мы сейчас все таки Будем делать то самое Интересное дело Алло Алло Макс Да, да, привет Это я рабочий телефон дома забыл Ну все, хорошо, я еду Да, я еду, да, 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 еду я Я открываю Спасибо Мальчик, так-то это есть А народу нифиг есть В Сочи, в Сочи, в Сочи Может стать центр спортивной медицины России Все, все Вот так вот Да, 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 да Те люди говорят В Сочи нету медицины В Сочи нету то В Сочи нету все В Сочи, вон я последний раз ходил Это укол, который мне делали Золотую в ногу Там разговаривался с девочкой Одна была девочка с Абхазии Другая приехала Другая приехала С Ростова Именно к этому врачу Вы понимаете И все А ну медицины в Сочи нет А народу нифиг есть Вот как бы так Еще раз повторюсь Сочи может стать центром Спортивной медицины России Сейчас делается Самый большой реабилитационный центр Это где гора у нас Ахун Стройка идет Полным ходом Распоряжение лично Путина было Поэтому, ребят В Сочи очень много вкладывают И, конечно, для хороших Например, тех же самых врачей В Сочи Это просто огромнейшая площадка Для того, чтобы они могли Сами себя реализовать Я не знаю Что это за фигуршки поставили В чем прикол А, как-то будет Коридор делать Чтобы могли обходить И так далее Озон Начнет онлайн продажу Автомобилей России Вот это Вот это то Что нам не хватало Озон Теперь будет продавать Китайские автомобили Черри Тига Черри Тига Про Черри Тига Про Макс Черри Тига Еще В общем Ну, это не просто Там будет Как там, например Раньше было бронировано И так далее Нет, прям полноценный цикл Прям взяли Оплатили Как, например Я оплатил камеру Гоу Про И мне, к примеру, доставили Понимаете? Вот оплатил камеру Гоу Про И мне доставили Здесь то же самое Например, вот я Например, проснулся с утра Думаю, блин Думаю, что такое купить Думаю А, блин, на рыбалку еду Блин, на Порше Каен Не хочется ехать Думаю, ну, что там В удочке Все, где это Рыболовно все делать Думаю Ну-ка, блин Ну-ка, ну-ка Вот смотрите Удочку я купил Камеру для рыбалки Я новую купил Катушку купил Ну-ка, дай-ка Я куплю еще Черри Тига Про Макс 7 Полноприводный И на нем поеду И все Беру, заказываю Покупаю Мне привозят Там в упаковке Открываю Все, смотрю И нормально Поехали Ну, прикольно, конечно С одной стороны Это, кстати, первое Почему-то первое Кстати, во всех пабликах сказали Озон на это решился Эта страна хочет Вести безвизовый режим С Россией Как вы думаете, кто? Не, не Канада Нет, не США Ну, как еще такие варианты Ну, нет, не Британия Не-не-не Не-не, Эфиопия Эфиопия Эфиопии нужны Мы, туристы Как бы Потому что только Только тупорылые Только тупорылые Грузины не понимают Что, блин Благодаря туристам с России У них и идет Как бы Подполнение Той же самой казны Тебе на Э Они не понимают И поэтому они там Не знаю, там, бастуют Когда там Не знаю, там Знаете, когда Когда корабль с туристами приехал Все равно, что, не знаю Напоминает Вот некоторые Грузинские моменты Там, это Акции, протесты Там Пчелы против меда Рок против наркотиков Да Что у нас еще Да Что у нас еще Такого Можно Ну, как бы Придать Да, например Риэлтор Против комиссионных Вознаграждений Ну, тоже такая Акция такая Да Помоги ближнему своему И вот И получается Непонятно что Понимаете А так, конечно Любой нормально понимает Да И же Например, в Сочи Взяли бы И стали бы Там, не знаю В позу Сказать Нам не нужны Туристы Ну, как не нужны Как бы Не все же Как бы Живут Работают Нормально Полноценно Как Максим Коломейцев Некоторые здесь живут Наживаются на тех самых Туристах Как бы Ничего страшного Нет А туристы В свою очередь Они приезжают Они понимают Что их Немножко В каком-то Месте Будут иметь Они понимают Что если они остановились В Адлере В гостевом доме То их будут Иметь каждый день Сидя Лежа На голове В припрыжках Самое интересное Что Когда Как бы Ну Имеет Там Например Если возможно Кто-то получает От этого удовольствие А вы этого удовольствия Не получаете Как бы Отдых Априори Не может быть Не может быть Вот Не знаю Там Дешевым Вот мы даже едем Вот например На рыбалку Со мной едут Еще пару человек Такие Которые прям Привыкли Отдыхать хорошо И с комфортом И так далее Я вот Знаете Уже Уже Знаете Уже Как бы Уже Жалею Блин Ну ладно Сама Бестолочь Дура Как бы Ну зачем Ты ребенка Тащишь На красный Сигнал Стофора Ой Видали Я рифмую Зачем Ты тащишь Вот женщина Я же мать Зачем Ты на красный Свет Стофора Идешь Со своим Ребенком Ну ладно Сама Тупая Жизнь Прожила И ты Как бы Никому Здесь уже Не нужна Но ребенка Зачем Тащишь На красный Сигнал У нас Что водители Отличаются Что здесь Отличаются Понимаете Просто красавчики Народу Нифиг есть Ну вот как бы Так Поэтому 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 Конечно же Вот тоже Вот я сейчас Поеду Я тоже У меня сейчас Всю ночь плохо спал Думаю Сейчас поеду Думаю Меня возьмут И друзья Останутся Например Недовольны Потому что Мы едем В этот раз Не на турбазу Потому что Мы были на турбазе В прошлый раз И там реально Везде мышиное говно Везде Воняло мышами Везде был такой трэш Понимаете Мы были на турбазе До этого были на турбазе Да Такой золотой лотос Там вообще жопа Там не дай бог Там поругаешься Или еще что-нибудь Ты там хрен туда уедешь Потому что находишься на острове И тебя потом еще минут 30 Везут на лодке До того места Где ты можешь подойти К своему автомобилю И в этот раз Конечно там выбираешь Чтобы была золотая середина Чтобы ты мог еще В крайнем случае Взять и свалить Это раз На вторых Чтобы не было этих Саранных мышей И там подобное Чтобы было более-менее Похожее на что-то там Да Это два Но из-треть Вот получается Выбрали тот самый гостевой дом В Ревенхутен И мне лично понравилось Там в прошлом году Мы заезжали на один день Там Геннадий руководит Всем этим парадом Все понравилось Ну не знаю Я человек неприхотливый Я он видите Как бы мне Много в жизни не нужно Я могу продвигаться Там на простом Обычном Там дешманском Немецком автомобиле Как бы Я могу там ходить Там в обычных Там В обычной обуви Там не знаю Там какие-нибудь даже Мне не нужны Там ловитоны Там по 100 тысяч Я взял Обычные кроссовки Там за 30 тысяч Как все ходят И хожу Понимаете Мне вот не нужно Вот этот Но у меня же друзья разные И я думаю Вдруг там у кого-то Нужен больше комфорта И так далее Вот сейчас из-за этого Последние 3 дня Переживаю Думаю Вдруг что-то не устроит Я еще окажусь Крайним За то что я всех Все и организовал Понимаете Потому что Потому что Потому что Знаете Как бывает Такая штука Инициатива Бывает наказуема Думаю Блин Вдруг что-то пойдет Да не так И все И соответственно У меня как минимум 10 человек Меня проклянут Потому что Ему 12 человек Я Моя любимая жена Наверное Наверное Меня будет проклинать Хотя и она может Да Если что-то ей не понравится Логично же Логично Ну вот Вот такая штуковина Злая штуковина Блин Не знаю Что из этого получится Из этого Я стал переживать Но Такие гостевые дома Во всяком случае Которые мне нравятся Ну не у всех Может Говорю Вот мне последняя турбаза Которая вот Не понравилась Вот если вы хотите Чтобы я заснял И дал вам рекомендации Если кто-то хочет Поехать на рыбалку Потому что Очень много попадается Видеороликов Знаете Перед рыбалкой Начинаешь смотреть На ютуб канале Думаю Ну как там люди Рыбачат Не рыбачат И там почти 90% Негатива Именно там К турбазам Что там Кто там Лодка не работала Кто там Мотор То еще Что-нибудь То там еще И ты понимаешь Что негатива Очень много И все Я понимаю Что наверное Как бы Если бы мне В прошлом году Там не позвонил Вот собственник Гостевого дома Рио И сказал Макс Ко мне заедь Слышь Заедь ко мне На один денек Приедь на один И вот Не знаю Мы заехали Нам прям Понравилось Посмотрим Как другим Понравится Или не понравится Потому что Это не турбаза Это гостевой дом Вот так вот Ну во всяком случае Мне понравилось А если мне понравилось Значит Другим Не нравится Значит С другими Что будет не то Логично Логично Значит так В постели Будет жарко Даже если Снаружи холодно Скандинавский метод Сна Говорят Что ничего Так близко Не сближает Тех самых людей Да Это то Что нужно Что сделать Ну нужно Блин Лежать Хотя бы ночью Под Ну над Кроватью Под одним Одеяло Но бывает Например Находят Находят Не на своем месте Такое ощущение Как будто Их поставили Сюда По блату Через постель Это первое Второе Что обычно Всех раздражает Особенно Женскую половинку Особенно Если начальник Мужик Знаете Что раздражает Раздражает Дебильный юмор Вот знаете Как вас Многих Раздражает Мой дебильный юмор Я могу Постебаться Пошутить Еще что-нибудь Вас это раздражает Вас бесит Это потому Что идет Специальная Военная операция Ну такая Специальная Военная операция Сейчас нельзя Не улыбаться Не шутить Ничего А я беру На позитиве Все равно Беру Гну свою палку И это Некоторых раздражает Вот так То же самое Раздражает Но опять же Подколы Подколы же Разные бывают Бывают обидные Бывают безобидные Да Вот как бы Как бы так Бывает такое Ну бывает такое Ну бывает Подколы Я сам себя ловлю На мысли Что иногда У меня Вот эти Мои шутки Они Бывают реальные Они могут Обижать Ну реально Обижать Особенно Те люди У кого Низкая самооценка Когда там Заикаясь Про Тойот Или еще что-нибудь И люди воспринимают Близко сердце Ну у кого Это обычно люди Занижены самооценкой Действительно Я их раню И даже Скажу больше Даже их наверное Убиваю Думаю Блин Это конечно нехорошо И конечно Это не нравится Никому Потому что Все сами Любят Постебаться Над другими Ну как Постебаться Пошутить Показать что у них Есть чувство юмора Потому что Чувство юмора Есть далеко не у всех Ну я им серьезно говорю Ну и при этом Когда в свою сторону Их начинают шутить Они начинают Это Да кстати вот Для людей Для тупых Которые не знают Правила дорожного движения Смотрите Вот здесь у нас Дорога с санкционированным движением Мы находимся в городе И ты можешь передвигаться Хоть по левой полосе Хоть по правой полосе Понимаете Хоть по левой Хоть по правой Но ночью Желательно здесь ехать По правой полосе Потому что по левой У тебя может навстречу Выехать Какой-нибудь таксист Или какой-нибудь Какой-нибудь Ай раз Вот так вот могут выехать Я это чтенько видел Поэтому здесь не запрещено Ехать не по левой полосе Не по правой А то мне там Один комментарий написали Что вот Ты там едешь Это одностороннее движение Вот она Дорога с односторонним движением Поэтому имейте это ввиду Это для тупых Ну как бы Которые не знают Правила дорожного движения Я вообще читаю комментарии У тебя на канале Понимаю Что у меня там Ну процентов 80 С правилами дорожного движения Просто там Не знаю Там Как бы Знакомы на уровне Так вот Знаете На уровне того Как я знаком с Путиным Ну вроде бы знаю Такой Есть интересный человек Ну куда же Ты так на Тойоте Поперек-то переезжаешь Тупизнь Тупорылый Бестолочь Вот вы тоже так Не делаете Владелец Тойот Ну вы что делаете Вы сначала берете Выехали Не показываете Поворотик ничего И потом начинаете Резать Так нельзя делать Через полосу Нельзя Нельзя так Понимаете Ладно Максим Культурный У него Чмошно конченный Немецкий автомобиль Порс Каен 2021 года И он взял Притормозил А если какой-нибудь другой Сейчас бы ехал Какой-то на этой семерочке Там Ну все Протаранил бы Ваш говноавтомобиль Ну е-мое Ребят Ну имейте вы совесть В конце концов Ладно Едем с вами дальше Короче Вот этот Раздражает Раздражает еще то Что не могут Сформулировать задачу Четкую Например Работник считает так Он считает Начальник Он должен взять И например Взять и Сформулировать задачу Например Нужно повысить Продажу Путем того Что мы Сейчас Берем Запускаемся На той рекламной площадке На той рекламной площадке Мы берем Там Берем партнеров Ну вот так вот Понимаете А работникам Это не нравится Потому что Работники говорят Блин Я же простой Обычный работник Который вот Находится в офисе Который с утра Час пьет кофе Вечером тоже Час пьет кофе Перед тем как уйти Потом ходит Постоянно Как бы с коллегами Там тракает Друг другу мозг Рассказывает Тому как они там Прожили Как они бухали Как они гуляли Как они ждут Субботы Чтобы быстрее поехать Куда-нибудь отдохнуть Потому что Вроде бы Уже Понедельник Уже устали И так далее У меня тоже как бы было У меня знаете У меня как бы Как генеральный директор Приходили ко мне Ребята С теми проблемами Это нормально было Но у меня было Золотое правило Принес проблему Принеси ее решение Как ты видишь Не я думал Как мне там что-то сделать Нет 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 Я это все проблемы Видел по статистикам А у меня тот человек Который ответственный За эту область Он должен Он должен И мне конечно Лучше всего Я всегда все делал сам Но я понимаю Что нужно делегировать И сейчас тоже Я делегирую И вот некоторым работникам Мне нравится Что слишком большое Например делегирование Типа Это в мою Ну так В мою работу Не входит У меня такое было Там пару раз Помучится Когда говорит Это в мои обязанности Не входит Стоп Ну тогда давай Мы вернемся К тем обязанностям Которые мы изначально Обговорили И обговорим Ту сумму Которую ты Должна получать А когда ты Например Мы с тобой обговорили Что например У тебя одна зарплата А сейчас ты зарабатываешь Зарплату в 4 раза выше В 4 раза выше И соответственно Может быть И увеличился Соответственно Обретеленный фронт работы Как бы да Как бы мы Так не договаривались Но мы и не договаривались На зарплату Чтобы у тебя зарплата В 4 раза больше Например Если например Взять меня То у меня зарплата За это время В 4 раза больше Не стало В 4 раза больше Да Я беру помощь Для чего Для того чтобы Не для того чтобы Свою зарплату отдавать Всем да Для того чтобы У меня был рост И все И такое тоже бывает Я тоже это слышал Когда например Вот знаете Когда Я работал Генеральным директором Говорит Мне за это Не платят Ну это прекрасно Что тебе за это Не платят Надо пересмотреть Посмотреть за что тебе Действительно платят За что ты не платят Может тебе там переплачивают И так далее Ну и конечно же Работникам не нравится Обычно Работникам не нравится Когда прям Очень много делегируют Но я могу сказать Что Еще раз повторюсь Есть такое понятие Должностные обязанности И там подобное И соответственно Есть такое Что Ну я могу сказать Что Я вся честно говорю Что Сколько там Что Ну как бы В свою очередь Ну говорю Ну как бы Не говорю Что А там Надо быть То-то То-то Нет Как бы Если хочется Как бы Просто Ни за что Не нести ответственность Просто Прийти Там Не знаю Там Отсидеться И уйти Вон Вы берете Устраивитесь Любой отель В городе Сочи Сутки Трое Все Вы пришли От вас Ничего не зависит Вы просто сидите Говорящий Не знаю Там Говорящий блокнот Вы приходите Там Людей Там Как бы Заселяете В номера Людей Расселяете Все Больше От вас Ничего не делается От вас Толку Нет ничего И вы спокойно Свои 40 тысяч Получаете Но если вы хотите Зарабатывать Другие деньги Другие деньги Да То Все То Извините Приходится по-другому Или например Там Да Если например Вы приходите Вы выполняете Функцию секретаря Да Там Координируете Расписание И так далее Эта зарплата Более Ну как бы Эта работа Больше 30 тысяч Она не стоит Но если вам Там нужно Вести там Ту же самую Ну извините За эти деньги Вам придется Немножко Попахать Вот как бы так Но обычно Наемные работники Они воспринимают Все по-другому Они считают Как обычно У них синдром учителей Они считают Что им вокруг Им вокруг Все должны Вот реально Наемный работник Считает Что им вокруг Все должны А он Блин А он Красавчик Он молодец Вот как бы так Поэтому Всегда у нас Я честно Вот если например У меня было такое Если у меня начинали На моего Например Какого-нибудь Начальника отдела Жаловаться Например Директора По продажам Или директора По развитию И так далее Если начинали другие Более мелкие Архи То значит Блин Красавчик Значит молодец Значит хорошо Стал работать Потому что Ну начальник Это Ну он не бывает Не бывает Таким хорошим Все Для всех Потому что Он должен Уметь И кнут Применять И Не знаю И пряник А иногда Может даже Низко Нагибаться Значит так Это невозможно Русский язык Что раздражает В нем иностранцев Они говорят Ну я говорит Не понимаю Почему в русском языке Я например Максим Например У нас в английском языке Нормально все Я есть Максим Почему Говорит У вас Есть буквы Которых Даже не звучат Да Есть мягкий знак Есть твердый знак Мы вообще не понимаем Говорит На хрена Говорит Вам это нужно Опять же Вот эти вот Всякие ваши буквы Эти непонятные Говорит Ча Ща Ш Тоже Говорит Для нас Это непонятно Вообще Говорит Очень трудно Говорит Опять же Вот эти всякие ваши Запятые Говорит Там Непонятно Что Очень тяжело Но я понимаю Прекрасно Потому что Судя по комментариям Когда вы пишете Там 25 ошибок В одном предложении То даже Истинно Русским Тяжело Дается Русский язык Да Русский язык Это тяжелый язык Бедненький На На прадо На встречке Даже Красавчик Ну а что Бывает Такое Всякое Разное Привод Заметили Сегодня Тойота Про управление Понятно Чем Просто Один Там Как-то Сядет Другой Не понятно Как-то Жесть Просто Значит Так Значит Так По Нашему Ласковому Бздышары Я Здесь Начала Скучать Уржайоженка Сочи Рассказала Как она Переехала В Новороссийск Она говорит Переехала Я в Новороссийск Говорит И что вы там Думаете Блин Е-мое Там Говорит Реально Говорит Июнь Месяц Это Говорит Открывается Замок В ад Это Реально Жесть Говорит Просто Говорит Там Такая Жара Все В Сочи Лучше При этом Говорит В Сочи Говорит Повода Хорошая Комфортная Для купания А здесь Почему-то Нет И Говорит Это Просто Начинается Трэш Говорит Там Везде Одно И то Же Пропаганда Там Не включай Безнадом Нескондиционер Не пользуйся Водой Проблемы С коммуникациям Сплошь Дорядом И Новороссийск Напоминает Сочи Говорит Перед Олимпийской Стройкой Говорит Строится Везде Что Только Попало Непонятно Что Строится Все Кому Нелень Строят И В итоге Получаются Проблемы Со всем Чем Только Можно Быть Вот Как бы Так Поэтому Я скучаю По Прекрасному Городу Сочи Да И опять В Сочи Хотя бы Есть Возможность Куда Нет Хороших Ночных Клубов Нет Горнолыжного Курорта Нет Казино Нет Ничего Как там Люди Живут Я Не Понимаю А в Сочи Все это Есть Представляете С 1 Октября Россияне Получат Новую Денежную Выплату Короче Новая Денежная Выплата Будет Непонятно За что Я там Читал 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 Так И не Разобрался Поэтому Куда Ну Все Халявщики Сейчас Быстренько Загуглили Называются Новые Выплаты И вам Скажут Потому что Я не Разобрался Что Будет За эти Новые Выплаты Ватсап 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 Еще раз Ватсап В общем Два дня Уже Обмусоливают Ватсап Что Ватсап Хотя Запретить Хотя Все Из вас Прекрасно Понимают Что Ватсап Наверное Это Самое Лучшее Как Появилось Ватсап Ватсап Убил В свою Очередь У нас Много Чего В том Числе Убил И Тех Самых Кого Кого Ватсап У нас Убил Да Много Кого Убил Ватсап У нас Прям Красавчик Ну Реально Ватсап У нас Молодец Удобно Все равно Все говорят Телеграм Там Не знаю Там Еще Какая-то Фигня Это Все Это Ерунда Ватсап Все равно Удобно Ну Ватсап Реально Ватсап Реально Удобен Поэтому Конечно Многие Будут Обновления Для нас Русских Пользоваться Недоступны Ничего Я не знаю Чего Это Взяли За Ватсап Мне кажется В телеграммах Больше Всякого Говна Сейчас Чем Например Ватсап Видите Если у вас Тойота Вы можете Вот так С крайней Левой полосы С третьего Ряда Повернуть Направо Но Если у вас Только Тойота Понимаете Вот Сегодня Главный Выпуск Будет Тойота Управлять Говном С крайней Левой Полосы Через Два Ряда Повернуть Направо Ребят Уважаемые Тойтофилы Что С вами Не так Почему Вы так Себя Ведете Ладно С левой стороны Бывает Проедет Прямо Никому Не помешает Но Когда С крайней Левой Полосы Через Два Ряда Поворачиваешь Всех Подрезаешь Едешь Направо Ну Блин Это клиника Я вам Серьезно Говорю Ну Да Ладно Кого Дергать Чужое Горе Эта Разработка Ученых Сочи Может Положить Конец Инфекционным Заболеваниям Вот Так В Сочи Очень Много Умных Понимаете Очень Умных Вообще Ходят Мифы Что Самые Умные Люди Планеты Живут В Сочи Потому Что Тупорыл Здесь Не Получится Жить Потому Что Он Хочешь Не Хочешь Когда Нибудь Переедет Либо В Дубай Либо В Турцию Либо Обратно К себе Очень Тяжело Потому Что В Сочи Это Город Возможности Здесь Можно Зарабатывать Здесь Самый Большой Медицинский Центр Самый Лучший Горнолыжный Курорт России Здесь Казино Есть Все Есть Все Сделано Для Того Что Ты Мог Зарабатывать И Просирать Свои Деньги И Все А Некоторые Все Еще Жестко Тупят Тупишки Отдано Жители Сочи Призывают Взглянуть На небо Посмотреть Как плывут Облака Короче Ночью Там Что-то Есть Можно Разглядеть Не знаю Я ночью Сплю Неясно Где Заканчивается Помойка И начинается Жилой Дом Россиянка Рассказала Свои впечатления О Грузии Она говорит Нифига себе Грузия Прикольная В каком плане Прикольная Да в каком плане Прикольная Грузия Она вообще Говорит Ты там Берешь Копейки Какие-то Даешь А если Говорит Ну а стройки Ты берешь По карте Там что-то Проводишь И тебя И все Короче Спускаться Ты можешь Бесплатно В лифте А подниматься Тоже Платно Кстати Хорошая Классная Идея Ну реально Классная Идея Я думаю Прикольно Сделан Ну опять же Говорит Много Антистория Много Говорит Непонятно Чего В общем Много Чего Происходит Много Чего Происходит В этой Гребаной Жизни Он Как бы Так Санаторий Именем Санаторий Имени Имени Орженикидзе Вошел В топ Трех Самых Интересных Мест Понимаете В топ Самых Трех Интересных Мест Понимаете Санаторий Имени Орженикидзе Понимаете Ну круто Я считаю Очень круто Он тоже С крайней Левой полосы Ты сначала Сюда Ты если Поворачиваешь Направо Ну ты возьми Сразу Крайне Проряд Да и все Тебе легче Будет Перестраиваться И все Вот я не понимаю Владельца Тойота Честное слово Ладно Едем с вами Дальше Нифига себе Летчик Гаста Видите А уже все Думают Что это Шахет Летит Понимаете Вот так вот Ну что у нас Да Действительно Санаторий Орженикидзе А кстати Знаете Что Санаторий Орженикидзе Принадлежит Точнее Принадлежа А я даже Не знаю Нет Нет Не Иосиф Пригожин А Евгений Пригожин Сейчас что будет С этим санаторием Непонятно Но ему тогда Отдали За специальную Военную операцию Это факт Поэтому Многие Курокрупные застройщики Краснодарские Местные Чеченские Всех подряд Армянские Они конечно же Хотели бы Взять Это просто И это был бы Самый дорогой Апарт Отель Взять Какой-то Как всегда По модному Реставрации И так далее Но никому Не достался Достался Пригожину Сейчас кому достанется Непонятно Но Санаторием Арджинкидзе Владеет у нас Как бы Евгений Пригожин Вот как бы так Его конечно нет А может быть он и есть Слухов то очень много у нас Да Может есть А может нет Но факт остается фактом Иностранцы в восторге От тех вещей От которых Русские Волстоны с дыбой Например Иностранцы в восторге Что можно проехать На второй полке Они думают Что на второй полке Можно только перевозить чемодан Оказывается Люди перевозят На второй полке Опять же им нравится Что в некоторых поездах В России Можно открыть Ну например Стольчак Ну в туалет Можешь пойти И ты можешь увидеть Те же самые рельсы Ну прикольно же Прикольно Конечно сердце чем-то недовольно Вот прикольно И он на них говорит Прям классно И там кстати Был вопрос А вам нравятся Российские поезда И знаете что я ответил Я сказал что нравится И я сказал что да Наравятся мне Российские поезда И это все равно Какое-то своего рода Какая-то Не знаю там Это какая-то философия Я вот раньше К своей любимой дочери Я ехал На поездах 40 часов Для того чтобы Два часа Увидеть Свою маленькую доченьку У которой Вчера было День рождения День рождения Вот знаете Это блин Романтика Для меня поезд И дочка Это вот как-то Это все близко Связано Потому что Мне с Орска У меня не было возможности Летать на самолете И так далее Ну и все И поэтому Приходилось Приходилось Летать на поезде Короче Опять у нас Про самострои Прям пиарят 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 Я не знаю Три дня Одна и та же новость Про переулок Теневой Что все снесут И Денифини И так далее Еще раз Вчера говорили Про это Позже вчера говорили Да снесут И еще много чего Интересного у нас несут Полный список Конечно есть У Максима Коломейцева Травма грудной клетки И ноги В Сочи Госпедитательный турист Который упал С пятиметровой высоты Вот как бы так Ну что у нас 30 тысяч жителей Оказывается Еще празднули Такой праздник Что назывался День туризма День туризма Да оказывается Вот дочка у меня родилась День туризма Снял деда на час И вам советует Россиянин Да 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 Если кто-то там Снимает там Телочку на час Девушку на час А кто-то там Снимает Мужа на час А у нас еще есть Такие интересные Извращенцы Мужа на час А вот в Японии Развита Снимает деда на час Что может сделать Дед Которого сняли на час Он может слушать Ваши тупые разговоры Это раз Он может Пойти Всходить в школу Да там Как бы С вашим ребенком Если у вас нет времени Он может Пойти в магазин За покупками Он соответственно Может вашего ребенка Чему-то научить Потому что вы Ничего не можете научить И так далее Вот дед на час Там очень Как бы Востребован Я думаю Может быть на мне тоже Открыть Открыть бизнес Да сейчас поговорю С папой И решим Например С папой сделать Например Возьмем Скажем Дед на час У меня вот Дед не знаю У меня дед Может помочь Там как минимум Там сделает Проконтролирует Уроки Вплоть до 11 класса И дед Во всех этих Ну во всех Во всех этих Уроках Он будет шарить Он реально шарит У меня У меня папа Он реально Как бы Он блин Как сука умный Вот понимаете Вот такой И образованный Понимаете Научит Не знаю Там Выживать В тяжелых условиях Научит Жить На одной площади С тираном Да Это я про маму сказал Мам Ну я шучу Это дебильный юмор Ну так С тираном Такой Да Надзирателем Таким Да не Шучу Я маму Люблю больше всего На свете После папы Но Бывает такое Опять же Как бы Дед там может Не знаю Научить Рыбачить В конце концов Море И ловить И идти на море Каждый раз Бесплатно И ловить Чтобы не ходить Там на платники И так далее Классно Классно Научит Не знаю Там Уважать Старших Уважать Научить Как бы Вот Научить Основным Заповедям Да Вот Человек Потому что Любой Нормальный Уважающий Себя Человек Он должен Уважать Рэп Семью Машину И детей Понимаете Все это может Дед Плюс Опять же Дед может Там Как бы Поддержать Всякие Разные Тупые Разговорчики И просто Сказать Там Блин Все хорошо Все прекрасно И Дед Сможет Рассказать Много чего Хорошего Что было При советской Власти Да Да Папа У нас Патриот Советского Времени Папа Считает Что Коммунизм Это То самое Лучшее Что это Было На свете И так Далее Ну Я могу Сказать Что Частично Согласен Наверное Такого Неравенства Такого Не было Ну Просто У него Здесь Не автобус Остановка Он Мало То Что Выехал Мне Поперек У него Не здесь Автобус Остановка У него Автобус Остановка Дальше Да Все Верно А это Просто Охеревшие Наверное С Тойота Пересел Вот Как бы Так Пляжный Сезон Сочи Заканчивается Когда Придут Холода Знаете Такой Заканчивается Что Закончилось А потом Нет Нифига Не заканчивается Зачем Делать Такие Заголовки По поводу Того Что Что Заканчивается Но Это Бред Какой Это Бред Это Ненормально Это Ненормально Согласны А еще Кстати Я Удалился Со всех Говночатов Которые Они стоят Ни в одном Чате Но Есть У меня Один Говночат Называется ЧП Сочи Я Например Где риелтор Везде Поубирал И поэтому Вчера Я даже Снял Гей Кружок Это Для Говночата Седьмого Дома В Измайловских Дачах Мне Вчера Одна Из Моих Клиенток Показала Что Там Люди Пишут И Как Они Там Все Размусоливают Мне Жалко Вас Стало Реально Вам Реально Люди Заняться Нечем Ну Если Вам Заняться Нечем Я думаю Что Вы Можете Взять Просто Сейчас Подойти На переулок Теневой Это Жилой Комплекс Подкова И сказать Ребят Давайте У кого Там Ваша Квартира Вроде С документами Все Давайте Мы С вами Поменяемся На Измайловские Подкова Идет Под снос Даже То Что Было С документами Да Правильно Поэтому Застройщик И делает Так Чтобы Через Два Года У вас Ваш Дом Не оказался Под снос А для Этого Нужно Определенное Время И так Далее Знаете Как Я смотрел Выступление Одного Прекрасного Строителя Он говорит Мне Хотят Чтобы Ремонт Сделал За 3 Месяца Да Я могу Сделать Но Это Будет Жопа Стены Высохнуть Это Должно Не Получается Или Например Мой знакомый Стоматолог Олег Я ему говорю Блин Я хочу Зубы Я хочу Прошел Раз Чтобы Ты все Сделал И все Как в Китае И ушел А он говорит Макс Ну не бывает Такое Тебе ставят Тот же самый Имплант Тебя Нет Тебе ставят Он должен Прижиться Нужно Посмотреть Наблюдать Ну не Получается Ну полтора Года Уйдет Чтобы Твою Челюсть Сделать Красивые Чтобы Ты не Раздорвал Своими Зубами Своих Подписчиков Ну не Бывает Волшебства Я говорю Ну в Китае Бывает Он говорит Ну они все Ко мне Ходят Потом Все Переделывают Ну не Бывает Ну это Физиология Ты Берешь Челюсть И оставляешь Инородный Инородное Тело Имплант Тот же Самый Он должен Прижиться Он должен Иначе Он может Так же Выпасть Ты можешь Возять За обедом Зажевать Ты понимаешь И все И вот так вот И здесь то же самое Блин Мы хотим Чтобы Жилой комплекс Замановской дачи Чтобы все построилось Да не бывает Все равно Есть определенные моменты Где там Как бы Бывает Там Те же сами Коммуникации Получилась накладка Из-за специальной Военной операции Получилась накладка В Поставки Этих Фасадов Уже пять раз Переделали И так далее Понимаете Бывает такое Просто Вы все живете В каком-то Своем Непонятном мире Таком Своем Как бы Закрываете глаза Как бы Специальная военная операция Вас не касается Санкции Вас не касается Вас ничего не касается В этой гребаной жизни Все Вам должны Работодатели Пятого числа Вашу зарплату отдать И все Остальное вам по барабану Остальное вам насрать На все Что происходит Что сейчас Лифты хрен привезешь Да Лифты хрен привезешь У нас Знаете Какой-то Самый большой Рост показал Да Из всего что есть Лифты Могилев Могилев Уже по названию Могилев Уже не хочется Заходить в лифт Могила Да Могилев Они стали Самой быстро растущей Российской компанией Почему Потому что все остальные Лифты Просто Нельзя Не привезти Ничего Понимаете Нельзя привезти Вот как бы так Я с приколом покажу Это не Toyota Раз парковочное место Два парковочное место Три парковочное место И вот так вот встал Красавец Красавец Я все равно Вот водитель Скажите Кто так вот встает Что у вас не так Да И кстати Я тоже зашел В этот ЧП Сочи И здесь посмотрел Что жительница Сочи Пожаловалась Бострит На выгул собак В мемориальном комплексе В комментариях В аккаунте Информационный центр И все Я зашел Почитать комментарии Я просто Офигел Я просто Офигел По поводу Собак По поводу того По поводу всего Люди Вы злее Чем ваши собаки Ну реально И вы злее Чем те У которых есть собаки Вы понимаете Там гулять В каком-то другом месте А где гулять На пляж с собаками Нельзя На Навагинскую Собаками Там написано Нельзя На детской площадке С собаками Нельзя По улице Большинство собаками Нельзя А где собаками Должны гулять А Где собаками И во всяком случае Я вот Проезжаю Даже можете сейчас посмотреть Да Вот женщина шла Да Вот вы заметили Она взяла Наклонилась Она наклонилась Не потому что Шнурок взять Потому что Ее питомец Скорее всего Насрал Падла такая Она берет В мешочек И все У меня жена Ходит с двумя Собаками Гуляет Да И она Всегда Берет с собой Эти самые Мешочки И так далее Ни разу в жизни Так у него Оставил И так далее Понимаете Ну реально Ну реально